Друзья, я снова всем привет! Обращаюсь к вам с огромной-огромной просьбой, досмотрите это видео до конца, обязательно поставьте лайк, поддержите комментарий, потому что тема пойдет немножко не совсем рыбалки, но касаемо ее тоже. Прибыл я на наше любимое прекрасное место, на мыс Таран, на Филинскую бухту. Дело в том, что в скором времени к этой бухте нам ограничат въезд из-за строительства оздоровительного лагеря. Потому что это единственное место для спуска лодок в море и достаточно безопасно, потому что других таких альтернативных мест нет, а для строительства лагерей, мест, на самом деле побережье очень большое и мест очень много. Подчеркну, ребят, в чем же все-таки уникальность этой бухты и в чем ее безопасность? Природа сама по себе нам сделала такой подарок в виде мыса Таран и создала нам эту бухту. Ведь кто знает, при резко изменяющейся калининградской погоде в любом другом месте можно выйти в море, а вернуться и, возможно, станет целой проблемой. Из-за резко поднявшегося прибоя, кто кувыркался, тот поймет. Властям или тем, кто не выходит в море, все равно. В тот момент, когда кто-то получит травму или еще хуже. Все, что мы сможем услышать о таких сочувствующих, а нечего было переться. Хорошо, давайте отставим в сторону интересы нас, рыбаков. И обратим внимание на то, сколько сюда приезжает людей просто отдохнуть на пляже. С ночевкой, с палатками. У властей и к ним отговорки найдутся. Что здесь вообще планируется быть? Да, значит, уже на протяжении многих лет, вы все знаете, наверное, что Филинская бухта используется рыбаками и другими владельцами маломерных судов для выхода в море. Практически все погоны. Да, бухта защищена, как сказали уже, от западных ветров. Поэтому здесь выходить практически в любое время года можно. В прошлом году правительство анонсировало строительство Филинской бухты спортивно-оздоровительного центра детского. И ради чего планируется, на самом деле, ограничить доступ к Филинскому бухту. И причем, судя по на сегодняшний момент имеющимся эскизам строительства данного спортивно-оздоровительного центра и по ответам министров, следует, что доступ к Филинскому бухту будет закрыт всем желающим по соображению безопасности. Мы выступаем против этого, мы выступаем за то, чтобы доступ к Филинскому бухту был доступен для всех желающих. Мы за то, чтобы к Филинскому бухту был сохранен общий доступ, чтобы Филинская бухта развивалась с точки зрения развития в нашем регионе спортивно-водного туризма. Это уже сам по себе инфраструктурный объект, повторю, защищенный от западных ветров, преобладающих в нашем регионе. И поэтому вполне логично и рационально развиваясь здесь, даже с точки зрения национальных проектов, развиваясь здесь именно инфраструктуру, которая обозначена природой, Которой пользуются калининградские жители уже на протяжении десятилетий Вот мы боремся за это Сегодня мы собрались здесь, организованно Вместе с отдыхающими, с рыбаками С дайверами И заявили о своей гражданской позиции Сняв это все на видео, скоро вы увидите Надеюсь Да, да, в ближайшие дни буквально Значит, друзья, эту тему на своем канале обсуждает Антон Ссылочку, конечно же, оставлю в описании Поэтому, друзья, обязательно подпишитесь на его канал Там будет освещаться эта тема Обязательно тоже там оставляйте комментарии Обязательно ставьте лайки, потому что нам нужна поддержка ваша От вас многого не требуется Просто нас поддержать лайком и комментарием Больше, в принципе, ничего не нужно Ну а в будущем развитие событий по этой Филинской бухте Я буду освещать у себя на странице ВКонтакте Где-то буду говорить об этом в Ютубе Но в основном все это будет информация у Антона на канале Ютуб Жду от вас поддержки Не забывайте, конечно же, ставить лайк, подписываться на канал И до новых встреч на водоемах Всем не хваста, не чешуи, всем пока Оставьте буху, ребята